Ночью примерно в 11.30 тревожный звонок на пульт 102 поступил с улицы Байтурсынова. Вызывавшие горожане сообщили, что возле дома номер 59 в суд городке у подъезда лежит мужчина. На место вызова выехал епаж дорожно-патрульной полиции и дежурная бригада врачей. Как установили медики, мужчина был пьян. Его лицо было разбито, а сам пострадавший спал. Как предположили полицейские, мужчина проживал в одной из квартир дома. Возвращаясь внутрь изумсостояния домой, он упал на лестнице и подняться не смог. Впрочем, один из жителей пятиэтажки, которого опросили полицейский, заявил, что здесь этого мужчину не видел. Этого человека я не знаю. Впервые увидел, только что вышел, а он здесь лежит. Пострадавшего врачи, оказав первую медицинскую помощь, доставили в больницу. Сотрудники 840-го экипажа дорожно-патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, сейчас устанавливают его личности. Вы знаете обязанности, которые возлагают правила дорожного движения на водителя? Очередной конфликт между полицейским водителем произошел накануне в полночь. Сотрудники полиции задержали молодого человека, управлявшего легковой автомашиной, по подозрению в нарушении правил дорожного движения. По словам полицейских, на одном из городских перекрестков, не дождавшись включения дополнительного сектора светофора, он повернул налево. Но водитель утверждал, что правила не нарушал. Сотрудники полиции задержали, что правила не нарушал, что правила не нарушал. Я повернул налево на зеленый сигнал светофора, но меня потом задержали. Правил я не нарушал. Вот теперь уже целый час доказываю свою правоту. Водительские права я не дал для оформления. Пусть они сначала докажут мое нарушение. А поворачивал я на зеленый свет. Вот посмотрите, вы едете здесь. Тут все машины проезжают прямо. Вот подъезжаете вы и вместо того, чтобы проехать прямо, повернули налево. А это уже нарушение. Происшествие случилось на пересечении улиц Толиби и Ташенова. Здесь перекресток оборудован светофором с дополнительным сектором. Водитель автомашины, повернув налево, в этом случае создал помеху другим участникам движения и мог спровоцировать ДТП. Если вы нарушите повтор на эту статью, будете привлечены к штрафу в размере 20-ти месячных расчетных показателей. Мы сейчас по республиканской базе данных проверим, который раз вы совершаете нарушение по этой статье. Сотрудники департамента ПЧС провели очередные пожарные учения на объекте с массовым пребыванием людей. Практическая тренировка прошла на территории торгового центра Дархан. В учениях приняли участие 9 пожарных автомашин, 3 единицы спецтехники, штабной автомобиль и 67 сотрудников противопожарной охраны. Помимо этого, к отработке привлечены врачи Центра медицины катастрофы и полицейские. Главной целью учений была проверка противопожарного состояния торгового центра и подготовленность обслуживающего персонала к чрезвычайным ситуациям. Учения получили хорошую оценку со стороны руководства департамента ПЧС.